Сделайте туман в беседке максимально быстро, за 15 минут на 10 форсунок. Экономим, но не на удовольствии. Использование тумана в закрытом пространстве ограничивает возможности оборудования и существенно понижает уровень влажности. Что может вызвать такие проблемы, как кристаллизация соли, разбухание деревянных панелей, двери и отделки, расстройство пианино или внутреннюю ржавчину. При достижении определенного соотношения влажности и температуры в помещении дальнейшее охлаждение становится невозможным. Добиться большего эффекта охлаждения, в некоторых случаях до 15 градусов, возможно только на открытом пространстве, балкон, терраса или беседка. Для эффективного увлажнения, охлаждения, подавления запахов и пыли и создания влажного пара, хамам в бане, сауне, размещайте форсунки на расстоянии 70-80 см друг от друга, не более полутора метров. Для оптимального охлаждения террасных систем лучше всего создать линию туманообразования на высоте приблизительно от 2 метров 40 см до 3 метров. Всем известно, что если мы не затапливаем водохранилищами огромные территории для получения шикарных водопадов и электроэнергии ГЭС, для функционирования водных систем нужен насос. Исключение – люди, которые живут рядом с Ниагарским или водопадами Пуко-Оку. Насос – механическое устройство, которое может шуметь. Учитывать этот аспект, планируя место для его размещения, желательно размещать его в отдельном, не сыром, проветриваемом помещении рядом с емкостью с водой. В таком случае его работа будет незаметна и удобна. Для эффективной работы насоса необходимо правильно определить оптимальное количество форсунок относительно выбранной мощности насоса. Увеличение количества форсунок на одном насосе может привести к снижению качества работы оборудования. Качество воды определяет длительность работы тумана. Соленая, грязная вода и вода температура, которая выше 30 градусов, быстро выведет из строя насос, а также повлияет на работу всех комплектующих. Используйте дождевую воду, в ней малое содержание солей. Для загрязненной воды можно использовать картриджный фильтр тонкой очистки. Для соленой воды нужны фильтры с катализатором. Обязательно решите для себя, что вам будет проще. Чистить и менять насос, когда он перестанет работать. Или ставить дорогую систему очистки, которую в свою очередь тоже нужно обслуживать и обновлять. Туманообразование ночью из-за отсутствия активного испарения сводится к поливу в виде душа. Чтобы форсунка не капала, после отключения насоса, при использовании системы высокого давления выше 2 атмосфер, устанавливайте перед каждой форсункой обратный клапан антикапля. За сутки работы системы возможно образование луж, скопление воды. Предусмотрите это при выборе места, мебели, электроники и бытовой техники. Продумайте отвод воды или дренаж. Используйте вместе с форсунками вентилятор. Это усиливает эффект охлаждения. Простым примером природного испарительного охлаждения является потоотделение. При этом тело выделяет пот для собственного охлаждения. Уровень испарения зависит от влажности и температуры окружающего воздуха. Поэтому в жаркие и влажные дни пот накапливается на теле. Выделившийся в таких условиях пот не может испариться. И тогда испарению может помочь вентилятор. Он будет брызгать на вас прохладной водой тумана и сдувать с тела испаряющуюся жидкость. Пот ускоряя процесс испарения и соответственно ускоряя охлаждение тела. Охлаждение при испарении это физический феномен, при котором испарение жидкости в окружающий воздух, первая температура, охлаждает объект или контактирующую с ним жидкость, вторая температура. Чем больше разница двух температур, тем больше эффект охлаждения. Если температура одинаковая, то испарение воды в окружающую атмосферу не происходит. Соответственно нет и охлаждающего эффекта. Используйте программируемый таймер для включения и выключения распыления воды. Это может быть неожиданно весело для одних и пугающим для других. Монтаж не требует сложных инструментов и дополнительных материалов. Вы можете использовать суперклей, кипяток, изоленту, плоскогубцы, проволоку, элементы крепления шланга, молоток. Возможно понадобится паяльник или клей-пистолет. Следите за течью в местах соединения. Для ее устранения используйте изоленту, зажимы, хомуты и клей. Используя клей, будьте внимательны, чтобы не залить отверстия форсунок. Используйте утяжелители для вертикального положения веток с форсунками. Стандартные заводские утяжелители 40 грамм. В качестве утяжелителя можно использовать крупную гайку. Используйте датчики влажности и температуру. Если будет заливать или будет сухая поверхность, датчик влажности автоматически включает и выключает насос. При достижении температуры окружающей среды выше 35 градусов будет включаться туман. При охлаждении до 25 градусов выключаться. Это упростит контроль и сделает систему самостоятельной. Если у вас не получается закциклить шланг для равномерного распределения давления между форсунками, можно заглушить шланг, залив его конец клеем, пистолетом или просто согнув шланг и перевязав изолентой. При недостаточной фильтрации воздуха в закрытом помещении могут проникать различные запахи или другие внешние загрязнители. Болеющим астмой стоит остерегаться условно закрытых помещений. Переохлаждение ведет к простудным заболеваниям. При монтаже включите приятную для вас музыку. Определив расстояние и схемы расположения форсунок, нарежьте шланг на куски. Соединяйте шланг, тройники и форсунки и постепенно крепите систему на вашу конструкцию. Присоедините к системе шланг, по которой будет подаваться вода. Чтобы не было провисания, крепление на горизонтальных участках делайте через 20-30 см. На вертикальных участках через 60 см. Для крепления шланга, особенно на горизонтальных участках, используйте затяжки и другое крепление. Это поможет быстро и удобно смонтировать систему томанообразования даже в царском дворце. Не пытайтесь делать то, что делаем мы при съемке видео, без юридической консультации и согласования с органами правопорядка. Чтобы легче было натянуть шланг на штуцера, используйте кипяток. Будьте внимательны при работе с кипятком, можно получить травму. Хотя, возможно, это ваш шанс познакомиться с симпатичной медсестрой или призвать на помощь фею. Система охлаждения туманообразования работает, прокачивая воду под большим давлением через насос и систему шлангов с насадками для распыления. Таким образом происходит микрораспыление. Капли воды малые и мгновенно испаряются. Мгновенное испарение может за секунды понизить температуру окружающего воздуха до 20 градусов Цельсия. Широко употребляется в сухом климате и частично в местах с умеренной влажностью. Изучая систему туманообразования для увлажнения и охлаждения, мы выделили 22 основных пунктов, которые необходимо учитывать при планировании монтажа и обслуживания комплекта оборудования. Если вы изучите это видео и все заранее спланируете, сам монтаж и обслуживание не будет заниматься у вас много времени. Для того, чтобы система функционировала, вам необходима емкость для воды. Оттуда насос будет качать воду или центральное водоснабжение с давлением от 1,8 атмосфер и мощностью от 400 литров в час. Если нет переходников с одного диаметра штуцера на другой, используйте шланг, вставляя меньше в больше. Таким образом можно сделать переходник на любой диаметр. После того, как вставите шланги, проклейте соединение суперклеем. В наших комплектах используется соединение штуцера 6 мм, но иногда для монтирования систем, в которые входит более мощный насос, давление выше 2 атмосфер, может понадобиться переходник на 10 мм. Из-за высокого давления, чтобы шланг не срывало с переходника, переходник необходимо зафиксировать зажимом. Обычно дальше при сборке хомуты не требуются. Обслуживание. Чистить форсунки необходимо раз в 2 года или спустя 200 часов работы. Если в работе оборудования используется загрязненная вода, возможно, вам придется чистить форсунки чаще. Обязательно следите за качеством распыления. Насос требует чистки. Обслуживать 1 раз в месяц. Понадобится защита от замерзания в зимний сезон. При консервации системы на зиму, насос отсоедините и положите в сухое, теплое место. Слейте воду из системы, чтобы лед не повредил, не разорвал зимой шланг. Не забудьте отдохнуть и получить удовольствие, создавая свой тропический оазис с туманом. Эту систему тумана можно использовать в комплекте с таймером в бане, сауне, создать эффект хамама. Не нужно лить воду на нагреватель, тогда будет возникать неприятный запах. Вода будет распыляться прямо в воздух. Понравилось видео? Ставь палец вверх. На этой страничке под видео и жмите кнопку подписаться.